Я просто покажу пробы на бекепнабельность, расскажу, что это такое, для чего. Потом можно будет попробовать. Готово, да? Хорошо. Гожа так понравилась. Понравилась, да? Вот. Так, ну давайте так вот, встаньте, что вас все видим. Вот так, хорошо. Значит, ну вот одна из проб какая-то. Я ставлю руки рядышком. Смотрите мне в глаза. Внимательно смотрите мне в глаза. Смотрите мне в глаза. Смотрите мне в глаза. Процесс пошел, да? Процесс пошел. То есть я веду руки, сам отклоняюсь, смотрят мне в глаза, и что? Вот как бы сознание частично суживается в это время. Зрачок взгляд расфокусировался, зрачок поплыл. То есть, ну как бы первые элементы. В чем причина? Смотрите мне в глаза, а сам смотрю в переносицу. Поймать мои зрачки не может, растерянность. Ну как бы на чем построены эти вещи? Вот когда я сюда зашел, я сразу понял, что вот нужно вас убрать и вас убрать, потому что я не смогу вот погружать остальных в гипноз. Для чего это? Какой посыл? Что все остальные погружатся. И когда заходит гипнотизер, где-то зал, 5-6 человек убрал, невзирают. Все остальных четко посылают. То есть повышается внушаемость. Когда вера, когда интерес. Но выбрать из такой аудитории людей внушаемых, вообще проблем никаких нет. 2-3-4 человека, ну это сценический гипноз. Нам-то нужен какой гипноз? Чтобы мы могли быть эффективными в тех ситуациях, в которых находимся. Следующий элемент внушения гипноза. Теперь можно всем. Вот так руки сцепили. Руки сцепили. Руки сцеплены. Руки склеиваются. Внимательно слушайте мой голос. Руки скрепляются, срастаются, пытаются развести руки. И чем больше пытаетесь, тем больше руки скрепляются. Пробуйте. И у кого руки не скрепляются, поднимаются кверху. У кого руки склеены, пробуйте их развести сильнее, еще сильнее. И у кого не получается, поднимайте их кверху. Что происходит? То есть часть пошла, часть не пошла. Но я же сказал, что не получится. Не верят в сомнения, критика. С такими людьми нужно работать чуть-чуть по-иному. С боксерами нужно играть в шахматы, а с шахматистами боксовать. Тогда эффект есть. Еще одна проба на внушаемость. Есть проба с пробирками. 5-6 пробирочек. Первая, вторая, третья помечены. В этой был бензин, в этой керосин, в этой одеколон, в этой духе. В этой, скажем, касторковое масло. И часть людей находит какие-то такие вещи. Ну, это классические вещи, которые описаны в литературе. В обычной жизни эти вещи не проходят. Но когда мы с вами общаемся с человеком, и он нам о чем-то рассказывает, он же улетает куда? В воспоминания, а это уже часть измененного состояния сознания. А это уже, скажем, элементы первой стадии самогипнотизации. И в этот момент можно что делать с человеком? То есть закладывать какие-то вещи, которые дают эффект. Остопатия – это же чудо. И когда люди верят в чудо, вот как… Спасибо. Хотите больше видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и сообщите нам темы, по которым вы хотите услышать наше новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...